Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в своем священном первом послании писал. Дети, последний час, и как вы слышали, что антихрист грядет, и теперь появилось много антихристов. Отсюда и знаем, что последний час они вышли от нас, но не были нашими. Это чрезвычайно важные слова, поскольку особенно злобная, особенно злостная критика нашей святой православной церкви происходит от тех людей, которые в чем-то немножечко с ней знакомы. Сегодня я хочу поговорить о так называемой научной религии, о том страшном, безумном, бесовском влиянии, которое сегодня претендует на место истинной науки, которое якобы объясняет все вопросы мира и пытается вытеснить христианское миросозерцание. Я не случайно упомянул эти самые слова богодухновенного писания, принадлежащие к святому апостолу Иоанну Богослову, поскольку один из самых злопыхательствующих против христианства и, в частности, православия, современный автор, так называемый просветитель, это некий Кирилл Товбин на его собственном живом блоге, который называется «Доктор Ктовбин». Судя по некоторым его замечаниям, он весьма неплохо осведомлен о внутренней жизни нашей с вами Святой Церкви, что позволяет ему особо злобно и злостно ее критиковать. А судя по некоторым высказываниям, он знаком с тем, что наши святые отцы, как говорится, в Панамарках обсуждают и ради церковной экономии не выпускают определенные мнения, определенные частные, частные, неблагословленные святейшим патриархом мнения в широкую церковную общественность. По некоторым сведениям, этот самый, так называемый, профессор Товбин когда-то обучался в одной из духовных семинарий, а по его собственным словам, его собственный брат руководит одной из духовных семинарий. Но мы не будем заниматься тем, что Товбин сам именует прокурорским религиоведением, а попытаемся сыграть на его собственном поле, в его собственную, так называемую, науку, поскольку он, критикуя религии, предъявляет несколько, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6 признаков религии. И то, что он и другие, так называемые, просветители этому противопоставляют, на самом деле, по всем этим признакам, безусловно, является религией, причем религией зловредной, антихристианской, сектанской. И так, повторюсь, на его собственном поле попробуем сыграть в его собственную, затеянную им игру и разобрать эту их, так называемую, науку на основе признаков религии, определенных этим самым Товбином. Ну, первый пункт, который он выделяет, это вероучение. Есть ли у науки вероучение свое? Ну, безусловно, есть. Это вера в так называемый научный метод. Вот Товбин в одном из своих проликов просветительских приводит признаки науки и объяснения науки. В частности, вот посмотрите, пожалуйста, на слайд. Он дает определение науки как деятельности и как знания, что уже, конечно, само по себе дико, как один и тот же предмет, как одно и то же можно определять и с точки зрения деятельностной, и с точки зрения вещественной. Ну, господин Товбин, видимо, не знаком с принципом неопределенности современным физическим и не знает, что вещь можно определять либо с характеристик покоя, либо с характеристик движения. Но, тем не менее, ладно, уже здесь показывается определенное профанство и неумение дать самые основные свои понятия. Но мы не на это будем обращать внимание, мы занимаемся вопросом вероучения. Итак, Товбин обозначает науку как системное, доказательное и проверяемое знание. Вот этот так называемый научный метод, о котором эти так называемые современные младоученые постоянно говорят. Что такое научный метод? Никто из них не объясняет. Ну, чуть далее этот Ктовбин или Товбин, да, Ктовбин, Ктовбин или Товбин. Ладно, он дает критерии научности. И, пожалуйста, братья и сестры, полюбуйтесь этим огромным изобилием самых невероятных терминов, которые, как говорится, без бутылки не выговоришь некоторые. Для того, чтобы их понять, нужна, конечно же, специальная литература. А эта литература кем, собственно, издается? Правильно, этими же самыми учеными. И они нас ловят в ловушку своих собственных непонятных слов, определяемых, как в любом словаре, через другие непонятные слова. Ну, посмотрите, разве можно все это запросто и быстро объяснить? Предмет-объект, спецметоды, верификация и прочее. В голове у человека случается полный кавардак. Что делают люди с кавардаком в голове, с этим безобразным бардаком? Ну, конечно, мы это хорошо знаем. Они подчиняются тем, кто им все правдоподобно объясняет. Все в точности, как во всякой религии. Принципы, на которых наука основана. Товбин дает три базовых принципа. Не говоря уже о том, что очень-очень кажется, что эти самые принципы он просто сплагиатил из книги знаменитого ученого-креациониста с помощью новейших достижений биологии и геологии и историй, доказывающих сотворение мира Господом Богом. Книга называется «Библейские основания современной науки», и там почти в такой же формулировке эти термины даны. Рациональность. Мир можно понять умом. Сразу видно человека, который не знает, что такое духовное делание. Ум. Как будто бывает такой чистый, истинный, справедливый ум, могущий хоть что-то в жизни понять. Даже сам факт своего наличия. А как же страсти? Алба-Дорофей приводит множество различных чувственных натисков на наш с вами греховный ум. И помысел, и сочетование, и чего там только нет. В общем, никакого чистого ума просто не бывает. Это миф. Детерминизм. Убежденность причинно-следственной связи. Ну, а это, собственно, все христиане говорят, что все существует подчиненное законам Всеблагага Творца. И универсально. Законы действуют всегда. Ну, конечно, Господь Бог все это дал. Итак, из трех признаков науки два являются христианскими, а один является религиозным. Это вера во всемогущий разум, который может понять и объяснить все. Так это или не так? Ну, разберем чуть дальше. Значит, ну, мы уже в основных посылках своих видим, что наука руководствуется верой. Верой во всемогущество ума. Верой в возможность объяснить, понять, и даже, как говаривал этот их средневековый алхимик Фрэнсис Бекон, использовать эти знания для того, чтобы мир сделать лучше, быстрее, веселее и так далее. Священное писание. Есть у ученых современных самое главное их священное писание. Ну, не сказать, конечно, что это их Библия. Скорее, это их, наверное, Коран. Это книга Чарльза Дарвина, доказавшего происхождение человека от обезьяны. Хотя в конце жизни, как мы все знаем, конечно, Чарльз Дарвин на смертном, во-первых, был всегда благоговейным прихожанином своего англиканского прихода, церковным старостой. А при приближении кончины исповедовался и заявил о полном отречении от своей теории эволюции, объясняющей, что человек сам по себе произошел от обезьяны и, значит, является ужасной, безобразной животиной. Что нужно человеку, как образу и подобию Господа Бога, как называет человека священное писание? Бог, ибо, как сказано одним из отцов Западной Церкви, Аврелием Агустином, Сирич Блаженным Агустином, «Ты создал нас для себя, Господи, поэтому смятение и сердце наше пока не успокоится в тебе». То есть человеку нужен Бог, нужен Божий глаз. Что нужно обезьяне? Банан? Ну, конечно, банан, добытый посредством насилия. А что нужно, позвольте спросить, современной кибернетической обезьяне? Кибернетический банан, смартфон, вай-фай, какой-нибудь вапорайзер и прочие технические штуки, которые играют для человека ту же роль, что играет банан для обезьяны. Простите, это удовлетворение потребностей. Так что это священное писание – это ядро современных ученых всех сплошь – эволюционистов, материалистов, атеистов, ну и, как я объясню чуть попозже, безусловно, сатанистов. Идем дальше. Следующий пункт – духовенство. Товбин настаивает, что во всякой религии есть свой клир, свои батюшки, свои святые отцы, свое собственное священство. Есть – это ученые, которые разработали не только различные степени посвящения, свои собственные – это ученые сами, кандидат наук, доктор наук, академик, член-корреспондент, подобно тому, как в Святой Церкви существуют диаконы, пресвитеры, епископы, митрополиты, и прочие. Более того, у них даже есть свое облачение, свой символический наряд. В полном противоположность черной священнической рясе у православных батюшек или черной сутане у католиков, это одежда белая. Это белый лабораторный халат. Такой стереотип, стереотипный пример. А посмотрите вот на эту карикатуру из советского времени, которая ясно показывает противопоставление молодцеватого, яркого, красного, как знамя коммуниста, ученого, и белогвардейского, видимо, по цвету кожи, и черного, как глубина его демонических, антикоммунистических намерений, батюшки с неправильным крестом на груди. Вот этот стереотипный ученый, причем не просто ученый, а ученый безумный, преодолевающий все ценности, условности, правила, принципы, буквально ничего святого не оставляющий, как, например, вот этот образ, известный по очень популярному в западном мире, рождественскому в западном мире фильму «Один дома» или современное его воплощение, безумный, дьявольский ученый, преодолевающий множество миров, из современного, очень популярного, в прямом смысле слова, сатанинского мультфильма «Морти и Рик». Этот белый халат, одеяние духовенства, это подобно батюшкиным подрясникам в повседневности, ну, у них есть еще и церемониальная одежда, подобно священническим облачениям во время богослужения Епитрахиле, Филоне, Поручи, Палеца и так далее. Вот так вот одеваются ученые во время своих собственных ритуалов, о которых я скажу чуть позже. Вот оно, духовенство современных ученых, так называемые академики, большинство из которых не может даже похвастаться какими-то изобретениями, которые сделали наш мир лучше, уничтожили болезни, они попросту дожили до глубокой старости. И вот сидят вот эти вот батюшки в полусонном состоянии в своих этих храмах, один из которых это самый главный храм Христа Спасителя, это Академия наук, говоря о России. Но, братья и сестры, если бы церковь ученых делилась по национальному признаку, как то с давних пор божьим промыслом сложилась в православной ойкумене, делящейся на православную грузинскую церковь, сербскую, болгарскую, иерусалимскую, русскую церковь, было бы неплохо. Беда в том, что наподобие папистов, то есть католиков, церковь ученых универсальная, она единая на всем. И у этой церкви есть свои собственные лидеры, самые главные безбожники, которые сами, не скрывая своих намерений, именуют себя всадниками апокалипсиса. Четырьмя. Вот они перед вами на экране. Кристофер Хитченс, ныне покойный журналист, Дэниел Деннет, философ, Ричард Докинс, биолог, и Сэм Харрис, тоже журналист. Собственно, учеными являются только один. Вот он, с полным основанием, его можно назвать первоиерархом. первоиерархом, таким ученым папой, возглавляющим всю эту так называемую церковь. Незирая на то, что эти так называемые ученые постоянно говорят про свой главный принцип отказа от авторитета, вот мнение вот этих первоиерархов, в особенности этого самого, как мы видим, даже в его священническом, антисвященническом, антихристианском, антихристовом облачении этого самого Докинза, слово является абсолютным авторитетом, как и у Чарльза Дарвина, у Альберта Эйнштейна и прочих ученых мужей, его слово является мерилом, которым измеряют ученые абсолютно все, нарушая один из принципов того же самого Фрэнсиса Бекона, принцип отказа от авторитета, но идем дальше, есть батюшки, что же батюшки делают, службу служат, конечно же, что делают священники от науки, ученые, служат службу, они тоже совершают ритуалы, и ритуалы красные, они же сами делят науки на естественные и гуманитарные, и одни их ритуалы делаются умом, их безбожным, другие ритуалы осуществляются руками их, не привыкшими, как правило, к тяжелому труду. Вот перед вами Товбин приводит так называемые научные методы. Ну, во-первых, опять же, фантасмагория слов, половину из которых мы не знаем, а вторая половина трактуется так, что ничего не понять. Надо опять лезть и в книжку, которую, небось, этот же Товбин и написал, чтобы эти методы понять. И вот они эти методы применяют, применяют, применяют эти методы, и в итоге они этими методами, ну, фактически, как будто крестное знамение, как утренние и вечерние молитвы, как благословение батюшкина на святую трапезу, они все на свете этими методами пытаются истыкать. Толку нет никакого, об этом чуть попозже поговорим. Самое главное это ритуал. Причем Товбин заявляет, суть ритуала его непонимаемости, и чем непонимаемее ритуал, тем он действеннее. Вот они эти научные методы, которые не только смыслу не поддаются никакому, их даже и выговорить порой невозможно, не то что понять, но были в истории у безбожников их собственные ритуалы, которые пародировали, копировали, или напрямую пытались заменить установленные церковью, либо появившиеся самостоятельно в истории общественного развития какие-то ритуалы. Вот как они вытеснили Святое Рождество Христово своим безбожным Новым Годом, и Иисуса Христа вытеснили Дедом Морозом, который подарки дарит всем, или Санта-Клаусом, этим кока-кольным на Западе, это у них получилось. Они же пытались еще и Кристины вытеснить. Вот перед вами картиночка, можете посмотреть, одна из проб советских безбожных ритуалов, так называемые октябрины, либо наречения имени, на которых присутствовал сам народный комиссар просвещения Луначарский, известный безбожник и садомец. Это не случайная связь, об этом я скажу позже. Это не для красного словца было употреблено. Итак, ритуалы у них имеются. Теперь поговорим про культ. Много товбин разлагольствует о культе, о поклонении, о том, что, дескать, культура и религия это одно и то же, о том, что религия это только форма культуры, о том, что мы, священнослужители, пытаемся всю мораль перетянуть в области религии, как будто есть еще какая-то мораль, кроме религии, ибо сказано Федором Михайловичем, если Бога нет, все можно, то какая тут есть мораль. Но культ как поклонение. Чему поклоняются безбожники? Чему поклоняются эволюционисты? Так же, так же, как и верующие. У них есть свои герои святые, у них есть свои предметы, свои святые мощи, свои святые праздники. Ну, самый святой из всех, конечно же, это Чарльз Дарвин, который создал Священное Писание, как Моисей и Ветхий Завет весь, как Иисус Христос создал, точнее, его ученики Духом Святым создали Новый Завет, написали и составили. Так, Чарльза Дарвина безбожное повествование о происхождении видов посредством эволюции. Что такое эволюция? Никто из них не объясняет. Она действует, она ведет к определенной цели куда-то, она отбирает что-то. Я спрашиваю, эволюция – это Бог, что ли? Ведь есть же такая концепция разумного замысла, и некоторые верующие ее придерживаются, некоторые в полном согласии со словом трактуют Священное Писание, рассказ о затворении мира и человека, а иные понимают метафорически, как католики, например, или как отщепенец от православной церкви, бывший дьякон, чуть не сказал отец, Андрей Кураев. то есть иносказательно, то есть Бог и был эволюцией. Спрашиваю, Бог – это эволюция? Они – нет, Бог – это не эволюция. Эволюция, она нечаянная, она случайная, она знает, что делает, и в то же время ничего не знает. Вот, и главным таким святым создателем это был Чарльз Дарвин. Ну, их очень много, я про этих святых говорить не буду, чуть пару слов скажу про одного из главных советских святых Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника космонавтики, хотя уже доказано, что ничего там он не основывал, что даже в теоретическом плане отцы советской космонавтики руководствовали другими совершенно и вычислительными и теоретическими работами. Но съездите в город Калуга, друзья мои, и посмотрите на настоящий культ до сих пор его отголоски мы видим везде. Этого человека, который, как считается, придумал воспринимать наш мир, в который Господь нас поселил, как хлебель и зовет нас к другим мирам. Дескать, здесь все испоганим, а потом убежим в другой мир. И, конечно, не все убежим, а, конечно, самые богатые убегут, которые нажили нечестно достояние свое. Самый главный безбожник, которого большевики величали, создателем материалистического учения о высшей нервной деятельности, Иван Павлов, академик, советский, который тыкал собачек и считал, что абсолютно все эмоции, даже веру в Бога, можно вызвать посредством электрических токов. Мало кто знает, что сам академик Павлов всю жизнь был верующим человеком, построил церковь на Нобелевскую премию, читал Библию все выходные на скамеечке и был похоронен полным соответствием с чином православной церкви обусловшим. И всегда сам честно и прямо засвидетельствовал о себе как о верующем. Вот они ученые, где там нехваленые объективно, что хочу, то беру. Что не хочу, то не беру. И получаются вот такие вот странные святые, как и святой Альберт Эйнштейн, который там доказывал всю эту кривизну непонятную, нет ни времени, ни пространства, а непонятно, что там есть. И законы на самом деле то ли действуют, то ли не действуют. Всех запутал совершенным образом, хотя и сам рассказывал о том, что он в Бога верит. И Бог присутствовал во всех его речевых каких-то фразочках, которые он там выбрасывал в общество. Даже самое, когда всех он запутал в конец этот самый Эйнштейн, своей безобразной теории относительности, его просили объяснить, чтобы нормальные люди поняли, даже здесь он Бога упомянул в своей тривиальной фразе Бог не играет в кость. Гагарин вот тоже это советская история, это первопоселенец, так сказать, это Адам, можно сказать, а ракета это Ева, или советская власть это Ева, человек, вышедший за те пределы, которые Господь нам всем обозначил, хотя сказано же, рождено тебе в поте лица твоего возделывать эту землю, которая и планета, и почва называется. Это завет Господень, и выход за пределы этого завета может быть и чреват всеми этими ужасными катаклизмами, и природными, и в области здоровья, и экономическими, которые щедро 20 век нам не спасал. Один из главных святых современной науки это Стивен Хокинг, ну, несчастный человек, хотя про причину его несчастья придется, конечно, чуточку сказать попозже, несчастный калека, которого все сложилось, для того, чтобы он не писал, он научился говорить. У него отнялась речь, ему придумали машинку, чтобы он даже не умея говорить, все равно что-то говорил, и говорил, и говорим своим голосом робота, проповедуя отказ от веры в Господа, который сотворил весь мир, отказ от причинности, от представления о нашем земном долге. Он настолько популярен, что в массовую культуру даже он вошел как персонаж в рамках другого, безбожного до поры до времени появления массовой культуры сериала «Симпсоны», который побил все рекорды по распространению телетворных еретических мыслей, по издевательству над христианством, по пропаганде идей садамии, безбрачия, безмужества, непослушания детей родителям, издевательства над всем, над чем только можно. И вот он здесь, видите, летает. Даже специальные игрушечки сделали, которые продают они ученые, детишкам своим дарят. Что дарят верующие, например, своим детям? Ну, ангелочков, свечечки какие-нибудь, иконки дарят, крестики на шею повешают. То есть какие-то предметы, которые показывают смысл нашего упования. А здесь совсем другое. Так, как говорится, мерч. Ой, смерч, мерч, смерч. Некоторые даже иконы изображают. Здесь уже современный главный святой это Илон Маск, который прямо заявил о том, что он берет на себя роль Бога и переделывает все земные законы, а если здесь на земле не получится, то идет на небеса он, причем на земные небеса, на тот свет не в христианском смысле, а на Марс переселится. Здесь все испортят, изгадят, бросят нас здесь в испорченном этими учеными, хочется сказать, колдунами-учеными в этом мире и переселятся туда, где все чистенько, на наши налоги в сделанном мире. Хорошо живешь. Видите, как почитают, даже иконы его пишут, причем в амафоре, который обычно первосвятитель носит, патриарх. Ну, этот вот образ безумного ученого, который все уничтожает, есть еще другой образ, такого могущественного ученого, в их многочисленных, бесчисленных этих сериалах, которые делает у них кооператив Марвел, вот там есть такой железный человек, это тоже ученый, разумеется, безбожник, он скептик, он над всем глумится и издевается, но он такое добро с колотушками, он уничтожает все зло, а что такое зло? У него даже конфликт был с другими супергероями, потому что для него зло это то, что он считает зло, запомните это братья и сестры, вот он субъективизм и избирательность, которую Товбет приписывает всем религиям. Ну и конечно же, если мы говорим о ритуалах различных, о священодействиях, о культе, то вершина культа ученых, то, что венчает всю их деятельность, величайшее земное благодарность за их деяние по разрушению основ вероучения и традиционной морали, это, конечно же, премии, которые они друг друга награждают, измеряют, и премия всех, премия, это их сакральный атрибут, Нобелевская премия, которая даже ритуал вручения, он преисполнен различными определенными обрядами, тайными знаками, символами, в которых даже при беглом взгляде угадывается что-то масонское, что-то антихристианское, и вообще против христианской символики достаточно богаты за 2000 лет, это и крест в различных своих изъявлениях, это и образы прорези, так называемые, Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Святых, это фрески, это образ храма, это маковка, луковичка, венчающая храм, это батюшка в Епитрахиле исповедующий человека, образов картинок много, ходила, например, взять, если, и прочее, и прочее, вот ученые свои, так сказать, символы придумали, многочисленные, как можно больше, чтобы успеть затмить этим все христианские какие-то символы, и чтобы вместо Христа Христова над Вселенной возгнездилась вот эта непонятная штуковина, которая символизирует бесконечное вечное вращение вокруг чего-то непонятного, видимо, вокруг своих ученых. Они даже крест Христов попытались вытеснить, придумав свой собственный символ, в насмешку, в издевку, богохульская издевка над древним христианским символом рыбкой. Если кто не знает, по-гречески рыба это ихтис, либо ихфис, а это же является аббревиатурой слов Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. И до, когда крест Христов нельзя было использовать, поскольку христиан гнали и гнали безбожники, идолослужители, садомиты богомерзкие императоры Римской империи, то христиане рыбку рисовали для того, чтобы тайным образом показать друг другу себя, как, например, у христианского писателя Сенкевича в книге Каму Грядеши обозначено. И видите, что они делают? Они берут богохульски эту рыбку и превращают ее в кистеперую рыбу, в свою выдумку. Они так ведь и не смогли решить главный вопрос. Если все само происходит, эволюция идет сама по себе и виды постепенно происходят друг от друга, значит, есть переходные формы. Полуобезьяна, получеловек где? Самый полный скелет питок, антропа, обезьяна человека, верхушка черепа, два зуба и берцовая кость, разбросаны на расстоянии двух квадратных метров друг от друга. А где же разное переходное между птицей и млекопитающим? Между рептилией и млекопитающим? Нет их. А где же животные сухопутные? Они же произошли от рыб. Где полурыба, полузверь? Нет ее. И вот они выдумали так называемую рыбу с лапами, латимеря, дескать, ее уже когда-то выловили. И вот рыба с лапами и с богохульной надписью вместо Ифис Иисус Христос Божий Сын Спаситель они пишут Дарвин и обвешиваются сами своих безбожных антихристианских скепсисом преисполненных персонажей. На машины уже делают наклейки, чтобы узнавать в богомерзком обществе друг друга. У них уже общество свое есть, настоящая община, настоящая церковь, состоящая из церкви учащей, это ученые, и церкви учимой, паства, это обычные люди, которым лапшу на уши эти ученые вешают. Но приближаемся к завершению. Все это вышесказанное братья и сестры нужно для того, чтобы в религии. Не нравится мне слово религия, ну ладно, что в бед его используют, назовем мы нашу церковь Христову религией, для чего нам нужны ритуалы, культ и прочее, священное писание, чтобы жить в Господе, жить в Духе Святом. Духовная жизнь, есть ли она у безбожников? Что представляет их образ жизни? Безумие? Если Бога нет, то все можно, ничего святого нет, они смеются и издеваются над всем, попирают все возможные рамки морали, они нарушают правила, вот он Илон Маск, главный святой, икона которого была, он, представляете, пришел на радио и мало того, что попросил на радио его картинку записать, так он наркотики стал употреблять на радио и это попросил во всей своей огромной империи растиражировать, разрекламировать. Вот как себя ведет. Это их замена священного ладана церковного, их конопля, анаша, марихуана и прочие различные богомерзкие наркотики, которые они рекламируют употреблять для того, чтобы помутилось сознание, потерять облик Божий в человеке, чтобы они свои искаженные истины вкладывали. Ну и поговорим о главном современном святом, это их такой Николай Угодник, Стивен Хокинг. Тут деликатный вопрос, братья и сестры, и я попрошу не обижаться, но для человека безбожного непонятно, откуда берутся болезни. Он ищет и ищет причины, начиная от вирусов, бактерий и заканчивая иммунитетом и даже самовнушениями. Но нам, христианам, верным чадам Святой истинной Церкви, ясно, что причина заболевания греха. И когда Господь тебе посылает, остановись, это голос любящего Господа, любящего Отца, чадушка, опомнись, остановись, а не останавливается. Господь дает жизнь дольше, но в мучениях, и не останавливается, упорствует злочести, превращаясь даже внешним своим видом в ужасные чудовища. И это не останавливает их отнюдь. Не останавливает тот факт, что огромное количество ученых были самоубийцами, убивали себя и заповедовали, если ничего нет святого, убей себя, если ты этого хочешь. Они прямо так и говорят, это моя воля, это мой выбор, проповедуя то, что является одними из самых страшных грехов, грехом хулы на духа святаго. Ну и в завершении этика, как учение о добре и зле, о правильном неправильном, которое складывается в в религиях ученые сами говорят, да, говорят, у нас, говорят, есть научная этика, есть своя, а вокруг чего она? А? А вокруг пустоты, а ничего же нет, а Бога нет, все можно. Этот Хокинг, он писал, что в центре мира стоит дыры черные, где нет ничего, что такое по нашему вероучению дыры-то черные, это преисподнее, это адское пространство, где огонь не утихает и червь не угасает, то бишь наоборот, эти мучения не закончатся никогда до страшного второго пришествия Христова, и вот это у них центр мироздания, это то, откуда явилось все, око, из ничего, из разрушения, Хокинг много пишет, я пытался разобрать его книгу об истории времени, и он пишет, что все из ничего, и хаос правит миром, так значит, же отец мира, кто же отец хаоса-то? Отец порядка, Господь Бог, Творец, а обезьяна Господа, тот, кто порядок заведен на разрушай, это сатана, значит, если из черных дыр все, если они в центре, они говорят, это источники энергии, источники возникновения звезд, коллапсирующие звезды, там, и прочие всякие бозоны Хиггса, они там понапридумывали, дескать, понаткрывали, проверить-то невозможно ничего этого, а значит, так что если хаос стоит в основе всего, значит, миром кто правит? Ага, сатана, вот в священном писании говорится тот же Иоанн Богослов, с которого и начал, что сядет в храме Божием за Бога выдавая себя и все ему подчинятся сатане, антихристу ему, и будет уже пророк у них, может быть, вот эти вот все, которые проповедуют черные дыры, хаос, как источник мироздания, и весь мир им подчинится. На наших глазах, братья и сестры, исполняется обетование священного писания. Неужто настолько помрачены мы, чтобы очевидного не видеть, как сказал спаситель, имея уши слышать и не слышим, глаза имея видеть и не видим? если нет бога есть обезьяна и выживает сильнейший, то значит насилие это нормально, давайте воевать, давайте убивать, давайте будем разрешать, что попало, пусть люди сами себя убивают, да, если человек обезьяна, что нужно обезьяне? Да ничего не нужно, кроме как примитивные свои потребности утолить, вот все животными будут, а те, кто им эти потребности утоляет, те и миром будут руководить весь этот азагар, а потом еще говорят, нет бильдельбергского клуба, нет золотого миллиарда, все говорят, выдумали вы масонов и иллюминатов, а сами да посмотрите, как складывается, вот оно научное сообщество, они там знают про Базона Хиггса, всякие разные, никому ничего не показывают, а нам говорят, верьте, говорят, дети наши, в пустоту и хаут, как в основу мироздания, мы все изучим, все объясним, чувства человеческие, искусство, культуру, все мы сначала изучим, как это делается, вот, подобно, как не вспомнить здесь собачек Павлова-то, этого изверга, несчастных этих животных, а потом мы все изучим, а потом сами создадим, чтобы вообще человека не было, чтобы один был сплошной цифровой гулаг, это промежуточная станция, так сказать, сначала нас всех превратят в машины, которыми будут манипулировать, за ниточки дергать в этом, в интернете, теперь уже пулку хлеба в магазине не купишь без электронных расчетов каких-то, даже если нормальными, настоящими бумажными деньгами платишь, то все равно их нужно из какого-то банкомата взять, а где они там берутся, откуда, ну понятно, их привозят, а привозят откуда, все эти электронные сети, все этот интернет, это бесконечные умножающиеся информации, а человек-то раб греха, поэтому если информация умножается и не чистится, и никто ее не чистит, то больше-то будет какой информации, греховной, и люди будут порнографией заниматься всякой, они даже на эти ученые всякие сайты лазят, и их книги невозможные всякие читать, которых ничего понять невозможно, и уж точно не будут там в музеи на всякие виртуальные экскурсии ходить, и уж точно не в храмы, благо, что это и невозможно, посмотрите, что творится уже детей не оторвать от компьютера, они целиком уже в этом зависают, они игромани, это эпидемия настоящая просто теперь стала, кто создал все это, ученые все это создали, превращают человека в машину, чтобы управлять нами, сказано в священном писании, антихрист на чело и на руку правую поставит клеймо всякому человеку, чтобы не смогли ни покупать, ни продавать, ну на руку это может карточки банковские или ННН всякие, а чело это значит управлять будут, или будут командовать нами, или создают условия такие, что свободу воли нельзя преодолеть сатанета, о чем он мечтает, чтобы безвыходность была такая, чтобы сами люди жили в этой системе ценностей, что они ученые, давайте на 20 век поглядим, атомную энергию создали, говорят, самое дешевое будет, говорят, заменит, исчерпаемые ресурсы, заменила, да по-прежнему там вхотельные все горят, коптят повсюду, солярку всякую свою жгут, вот по-прежнему нет, добывали и добывают там вон целые города, как Нефтегорск на севере Сахалина, падают, поскольку опустошают эти хранилища, до сих пор, а что эти атомные станции, не будем говорить, что они заменили, только два слова скажу, думайте, братья и сестры, Чернобыль, Фукусима, но только они-то эти атомные станции не для мирного атома создавали, а чтобы изничтожать людей, атомные бомбы свои делать, создают всякие устройства, дескать, для того, чтобы улучшить человеческую природу, да, вывести, как собачку Павлова, нового человека какого-то, чтобы лучше жизнь была, и что они выводят, а вы забыли, братья и сестры, что творилось с коронавирусом, и во время пандемии бесовская, демоническая сущность этих самых ученых в разы увеличилась, они показали, кто они есть на самом деле, мало того, что они в интернет все хлынули, и людям некуда было деться, весь интернет они заполонили своими безбожными проповедями, так они, во-вторых, они врали всем, говорили, прививку сделаешь, болеть не будешь, а оказывается, совсем по-другому делаешь и не помогает, а еще и болеешь сильно, еще от прививки умираешь, а может они сами и придумали этот коронавирус, да, 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 они же всех приучили уже к случайности, да, случайность, непонятность, непонятно почему, один из самых больших в мире институтов вирусологии в городе Ухань китайском, и центр коронавируса вот просто по случайности оказался вот прямо через стеночку от этого института на рыбном рынке, ну конечно, ученые же приучили всех к случайности, что не создан этот коронавирус, только братья и сестры жизни у Неши, и в четвертых, а вы забыли, как они на нас намордники надевали, чтобы господом данный лик наш скрывать, не запрещали подходить нам друг к другу, и в храмы Божии, это самый их эпицентр был, их безбожной истерии, когда они пытались на Пасху не пускать нас в храмы, поэтому они показали свою демоническую сущность, что они дали миру, весь мир засыпали мусором всяким, отходами нефтепроизводства, пластиком этим, который никогда в жизни не сгниет, а решили проблему голода? Нет, только усугубили ее, и не знают они теперь все вопросы, которые поназадавали, понакричали, что религия не может объяснить, хотя мы-то можем объяснить, на все вопросы, братья и сестры, есть ответы в церкви Христовой, зачем ты живешь, кто ближний твои, в чем смысл жизни, ты просто приди и вишься, как сказал Спаситель, приди и посмотри, и все узнаешь, и сердце твое успокоится, как опять второй раз вспоминаю блаженного Августина, который говорил, в смятении сердце наше, до тех пор, пока в тебе не успокоится Господи, и все земные наслаждения, это лишь тень небесных усла Царства Небесного, все есть в церкви, они наврали ученые, отвратили народу церкви, сказали все объяснять откуда человек возник, откуда мир взялся, даже вопросы этического плана, откуда зло в мире, насилие, разность между людьми, хотя история и про сыновей Адама, Кайна и Авеля, и про Симахама и Афета, все объяснено в священном писании, сказали выдумка, сказки, предания своими этими методами, якобы все это опровергли, а сами не знают теперь ничего, и всем лапшу на уши вешают, эволюция, пустота, случайность само по себе, и поклоняются вот этим своим идолам пустоты, которые как раз вот этими нулями перекрещенными и символизируются, посмотрите братья и сестры этих символов, они говорят мирный атом, три нуля сливаются вместе, смотрите внимательно, в какое число, да, в число которое опять же в апокалипсисе апостол Иоанн Богослов говорил, имеющий разум сочти число зверя, ибо это число человеческое, число же это шестьсот шестьдесят шесть, вся их символика бесовская, до того дошли они в своем обнаглении на грехопадшем западе, где им вольгота, где они власть захватили творят что хотят, они уже статуи для поклонения сатане ставят, вот как в Арканзасе стоит, поставили, говорят, кланяйтесь, у нас церковь такая есть сатаны, поэтому теперь кланяйтесь ему, вот все уничтожает, все, что создано было христианством и даже потом жило, как бы оторвавшись от христианства, ценности, принципы, мораль, жизненные устои, нравственность, они все уничтожают, меньшинство, сатанизм можно, что после сатанизма, безбожие, до сатанизма было, потом сатанизм, а если нет смысла в жизни человеческой, то давайте запретим то, за что Господь Бог полагал обязательное наказание Содом и Гоморра, садомиты, пускай торжествуют, весь этот Запад не случайно, где ученый торжествуют, кто еще наравне с ними там торжествует, садомиты, которые через этих ученых только и ждут, чтобы к нам пройти в нашу Русь святую, и наших детей, увлекши их этими своими роликами научно-популярными, за которые они деньги получают иногда от государства, этими своими роликами увлечь и сделать их всех гомосеками, чтобы род наш прервался на земле, чтобы не было никого, они-то уцеляют, они-то может клонировать себя, будут до стволовыми клетками жизнь свою продлять, а мы все обычные люди просто исчезнем, детей они наших отберут и превратят их в гомосеков, а человек, которого они делают, это несчастный человек, одинокий, треснувший человек, без смысла в жизни, который убивает себя наркотиками, алкоголем, в машинах врезаются друг в друга, живут чертика, убивают друг друга и самих себя, этот несчастный человек, это вот то, чему они привели нас всех, ну и наконец, все они врут, братья и сестры, никакие они не настоящие ученые, а скопище сатанинское, настоящие ученые, вот смотрите, величайшие умы, разных религий, конечно, они были, но они все были верующие, они в Господа Бога верили, прямо это провозглашали, как наш соотечественник с вами Ломоносов Михаил Васильевич, например, изображенный здесь и прочее, все настоящие ученые, думающие, не могли пройти мимо первопричины, мимо вопроса, а как же, а откуда, и даже все из незадумывающихся, вольнодумающихся, атеистов, все они так или иначе пришли к осознанию Господа Бога, как Отца и природы всего на свете, как еще когда-то христианин до Христа, великий философ, основоположник всех наук, Аристотель говорил о Господе, как о неподвижном перводвигателе, а вот эти вот все безбожники, включая этого Товбина, это не настоящие ученые, они нам не нужны, они только сеют разлад, разврат и распад, разлад, разврат и распад, но не будем, конечно, их осуждать, раз живут они, значит, Господу Богу это нужно, у них тоже судьбы свои, у них тоже жизни свои, даже сатану Господь Бог милует да страшно государь, видимо, есть еще и у них возможность покаяться в своих богомерзких делах, ибо речей безумен в сердце своем несть Бог, кто-то из них по неразумию, кто-то по ожесточению, у всех проблемы жизненные какие-то, кто-то поддался влиянию сатанинскому, и Господь милосердный ждет, ждет, когда все они наконец-то исправятся и раскаются в своих злодеянях и найдут то место, где есть ответы на все вопросы, Церковь нашу святую христианскую. Господу нашему Иисусу Христу слава во веки веков, Аминь. Аминь.